У нас всё отлично, солнечно, ярко и, конечно, колоритно, потому что с нами великолепная девушка с невероятной энергетикой, с потрясающей харизмой, с уверенным тембром голоса, с таким очень мясистым, как любят говорить вокалисты. Это всё об этой хрупкой девушке. Тереза, новый проект, проектического центра МАЛФА, звезда всего отечественного шоу-бизнеса и, конечно же, Надежда Максима Саныча Фадеева. Итак, рассказывай, ты свои песни пишешь сама. Под палкой, под гнётом или что тебя вдохновляет? С кнутом, с пряником, как у вас идёт взаимодействие? Под гнётом собственных амбиций, я бы так сказала. Ты знаешь, творческие люди, их фикр шевелишь. Я знаю себя, знаешь, могу сказать, что иногда прилив из космоса идёт, иногда не идёт. Вот иногда надо... Как будто у тебя просто возраст уже, понимаешь, такой. А, типа как женские виды изменений обычно, да, там приливы, отливы. Ну, скажи, что тебя вдохновляет? Меня вдохновляют люди, их истории, и я стараюсь в песнях какие-то собирательные истории рассказывать. И мне кажется, это интересно, это всегда интересно. А, то есть вот эти твои душесчипательные тексты и трагизм, это не всё из жизни, то есть не всё так печально. Ну, раньше было печально, скажу тебе честно. Но, как я говорю, идеальный план, плыть против течения к лучшей версии себя. Вот я стараюсь работать над собой. В конце концов, встреча с Максом Фатеевым изменилась в жизни многих артистов. Потом квартиру сняли, зарплату дали, накормили, одели. Настолько всё, подожди, всё хорошо. Я в Москве 8 лет, ты что? О, как круто! Тереза, 8 лет в Москве, ты наверняка привыкла уже к шоу-бизнесу, в котором каждый день что-то странное и очень странное происходит. Последняя новость – это свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова. На Катафалке приехали в ЗАГС. Настя, даже на Катафалке никто везти не хочет в ЗАГС. А ты на что готова? Скажи, пожалуйста, вот на чём бы ты въехала? Бузова как-то въехала на коне, на красную дорожку? Ещё она была в этом году. Мне кажется, я бы влетела на истребители. Круто? На миг! Да, эпатажно? Эпатажно, хорошо. Но дороговато, но дороговато. Должен быть спасательный жилет, на всякий случай, парашют, мало ли что, знаешь. Подожди, пилот-то должен быть хороший. Я думала, ты сама будешь за штурвалом. Нет, ну зачем? Я же буду наверняка на каблуках. Ты такая шикарная в платье, и буду вот так вот лежать, сидеть. И кто-нибудь меня привезёт. Хорошо, кто будет твоим пилотом, если выбираете шоу-бизнеса? Ну, Макс Саныш-Фадеев, он будет внизу диспетчером руководить. Я знаю, что ведущий Поле Чудес пилотирует. И я однажды даже летела на самолёте полном звёзд, который он пилотировал. Якуб Боевич! Леонид Аркадьевич! Боже мой! А он, наверное, усами помогает себе балансировать. И знаешь, как некоторые ставят стакан воды, чтобы видеть уровень. Он по усам смотрит. Как? Слушай, ну круто! И Кубовичи в компании с тобой. Мне кажется, это будет взрывная смесь. Ещё песню можно записать и спеть там же на программе. Надеюсь, к тому моменту он не сильно постареет, чтобы его пустили за штурвал. Всем привет! Как дела? Сегодня не те, как мы живём в разных постель, но тут по привычке случайно увиделись в мейком книжном отделе. Ты не друг, но и вроде не враг, как в голове уже полный бардак. От груза твоих обещаний я помню их все до деталей. Сначала отучала себя описать тебе веры. Ты терроризировал мои нервы. Но отрицать то, что с тобой хорошо, было бы в корне неверно. И в этом весь корень проблемы. Я чувствую, как летит время, пока я коротаю его с тем, кто не будет верен. Я чувствую, как в сердце у тебя горячая вода, но по толстым слоям там. И я закрыт глаза иду, стремительно к одному. Только что я там ищу. Я не знаю, как сжать свой люк в кулак и забыть о том, что ты не сделала первый шаг. Но у меня внутри идеальный план. Плейд против течения лучших версий из себя. Горы прочитанных книжек, куча советов и фишек. Но я не могу больше быть частью твоих грязных антрейджек. Я бесконечно одна, у тебя вечно дела до позна. Кто-то там пишет, говоришь, это Миша. Тогда почему ты пароль поменял? Сломаны двери в квартире, в которой вместе мы жили. Я бы могла все сама, но зачем ты мне нужен тогда? Думала, жертвусь, тебя не смогу. Что заболею или умру? Чему эта преданность, глупая девочка? Как будто в сердце утекла, горячая вода. Но по толстым слоям там. И я закрыт глаза иду, стремительно к одному. Только что я там ищу. Я не знаю, как У меня внутри, идеальный план. Блэйд против теченок, лучше версии себя. Трогать не надо меня. Обери руки. Трогать не надо меня. Вызываешь лишь звуки. Трогать не надо меня. Имеет чувство так-то. Трогать не надо меня. Вот теперь я в порядке. Спасибо! Спасибо! Спасибо!